Доброе утро! День восьмой сегодня. Начинаем. Обалдеть, уже восемь, почти восемь дней. У нас вчера Москву накрыло смогом. От пожаров в Рязанской области ветер принес сюда дым. Утром вышли, эльдар, туман, туман, а я чувствую, что пахнет дымом. Я думала, что это у нас тут где-то рядом с Биццевским лесом что-то горит. Потом в новостях уже прочитала. Приехали, когда на работу, на академическую, там тоже самое, к обеду распогодилась, но мне начало извините течь из носа. Я подумала, что реакция на вот этот смог аллергическая, такой сильный насморк весь день был. А сегодня утром проснулась, короче, все. У меня горло болит. Взяла сейчас себе таблетку по фаренгосепту. Похоже, все мои выходные накрылись, план на выходные накрылись медным тазом, потому что у меня было столько запланировано. Мы хотели и на ВДНХ съездить, и на ФСАД Эрмитаж, на там поэтического, какой-то музыкальный фестиваль. Но, похоже, буду дома сидеть и лечиться, потому что, ну, не хочу болеть мне работой, мне не хочу ходить на больничный. Вот. Как-то не очень приятно это ощущение, когда теряешь контроль над своим телом и не можешь нормально себя чувствовать. Это когда в школе дети говорят, что мы, типа, сами себе хозяева, что хотим, то и делаем. Я говорю, ну, попробуйте сейчас покрыться мурашками. Или, например, попробуйте перестать потеть. Вы свое тело контролируйте. Вот. Столечко. А, по сути, мы можем как-то влиять на что-то, но вот я подцепила где-то вирус, даже не знала об этом. И, здрасте, приехали. Лечусь теперь. Так, похоже, вот эта поликлиника. Все, прошла медосмотр. Одного врача только не успела. Сказали на другой день прийти доделать. Сейчас пойду возьму кофе в шоколаднице по промокоду и пойду на работу. Что мне нравится в Москве, что полно вот таких тенистых улочек и дешево, как у тебя деревья. И московская жара перестает быть такой ужасной. Вот и кофеечек мой, а вот и школа. Пойду работать. Никого. Что-то на работе. Никого. Ладно, сейчас поработу немножко за документацией. И пойду. Домой. Пораньше. А потом опять за Эльдором и домой. Тяжело, но что поделать. И снова моя любимая дорога через парк. Мы великая встать. Похоже на это. Утром, москоп. Наконец-то я дома. Томас, привет. Томас, привет. с больным горлом взяла фаренгосепт ужасно себя чувствую конечно давно я так не болела что-то мне мне такой градусник такой надо вот так в ухо засовывать чтобы мерить температуру не засовывать а туда почти прикладывать 36,6 как космонавта виска можно так еще подержать да и надо его водить алена это почему-то ладно я прочитала инструкцию там написано вот так вот к ушному проходу сколько у тебя 36,5 ну все нам можно в космос отправляться на медосмотре не успела пройти одного врача сказал прийти на другой день но на следующей неделе схожу ничего страшного вот все теперь впереди выходные сейчас приехала домой буду лежать сейчас поем буду просто лежать ничего не делать потому что я очень сильно встала мне очень сильно болит голова я плохо переношу жару сейчас лягу включу себе какое-нибудь кинцо на ютубе и буду лежать вот он мой обед сегодняшний что-то дети у меня не хотят есть плов хотя и Эльдар раньше ел с удовольствием и Ален тоже там осталось две порции я так чувствую что это завтра будет мой обед и послезавтра если только я завтра не сделаю себе пловный день и не съем плов на завтрак и на обед или на обед и на ужин чтобы его доесть уже и не мучиться вот вот так еще сегодня пока ничего не буду готовить завтра может приготовлю пожарю крылышки а сегодня ничего не буду готовить приятного мне аппетита вышли с Аленой с Эльдаром но она медметро проводит и все чувствую себя просто ужасно обидно в такую погоду вдвойне обидно болеть когда вот когда погода плачет и ты как бы с ней вместе носом и говоришь а когда такая погода хорошая а ты как развалюха какая-то как мне нравится это фонтан вообще красотища только вот это меня и радует что погода хорошая что идти надо не по каким-то там не не через мхат не по каким-то там колдовином а по красивому парку Эльдарин сад находится на первом этаже жилого дома я такое вообще первое встречаю Эльдар не хочет уходить столько игрок ух ты крутится прикольно и лего тут что только нет покажи как он трансформируется ну-ка давай мы снимем даже это так это еще не будет все еще не все вот она какая получается машина вау прикольная да классно здорово ну все приехали домой чуть-чуть погуляем сейчас в дворе пойдем погода просто сказка солнца нет небо какой-то голубо-серое серо-голубое лучше сказать такое вот солнце где-то там светит но не греет ветерочек мне кажется сейчас дождь пойдет какие-то дети как будто типа садик частные такие в зеленых как это упряжках бегают тут с ней воспитательница товарищи в зеленых упряжках тихонечко уходит эльдар остался один эх пойдем части в магазин сходим сходили в магазин мы купили всякого пищевого мусора купили ляру пузыри мыльный красотища давайте скорее смотреть что мы купили купили честно скажу сразу всякий шлак мусор пищевой но такой вкусный во-первых это наши любимые извините рифленые чипсы с паприкой во-вторых а ленины любимые ребры штигриль дальше это выбрал себе эльдарик ему очень нравится такие печеньки грибочки у них шоколадная шляпка и бисквитный бисквитная ножка еще мы им взяли круассан с чаем еще мы купили мороженое но это не мороженое мыли пузыри мороженое но только знаете они подтекают здесь быстро испачкались вот это вот ну ладно и мы взяли для всех вот такое печенье с кусочками шоколада я такой не ел никогда но эльдар сказал что ел ему нравится где он и вот так убрал я не знаю криспи тейсти свит хрустящее вкусное сладкое но попробуем вот такой у нас сегодня ужин осторожный дар давай-ка вот так да ильдар сказал что эти печеньки он ел в больнице угощали держи я думаю откуда он их ел у меня чипсики с паприкой вкуснятина ну вот собственно чек что купила чипсы лейс кровосан чокобой печенье с кусочками шок шока ведь лейс рыбачки пузыри мороженого того 480 подводим итоги восьмого дня 75 рублей это утром им купила ля рот кивон мандемс в автомате 85 вечером это я им купила хлебница слойку с курицей и 480 это красным белым так и так вот такого числа когда будет 10 дней посчитаю сколько всего у нас получается вот так вот смотрите вот так вот вот так вот вот вот